В эфире радио «Свобода» программа «Лицом к событию». Сегодня мы обсуждаем освобождение Херсона и последствия этого события. Данное сообщение материал созданное или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. На связи с нашей студией военный эксперт Юрий Федоров, и мы ждем Николая Митрохина из Временского университета. Напомню, что утром 11 ноября российские войска окончательно покинули правый берег Днепра. В Херсон вошли вооруженные силы Украины. Посмотрим, как это выглядело. 9 ноября командующий российскими силами генерал Сергей Суровикин и министр обороны России Сергей Шойгу разыграли перед телекамерами сцену принятия решения об эвакуации войск из Херсона. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним самые главные жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, езжать которую на правом берегу в ограниченном районе и с перспективной. В 5 утра 11 ноября завершился отвод 30-тысячной группировки российских войск на левый берег Днепра. Об этом представитель Минобороны сообщил в ходе брифинга. Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправились на левый берег реки Днепр. Потерь личного состава вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск не допущена. Министерство обороны Украины заявило, что пути отступления российских военных находятся под огневым контролем. Утром 11 ноября после отступления российские военные взорвали Антоновский мост в Херсоне, разрушив два пролета. В тот же день украинские войска вошли в город. Жители Херсона встретили их как освободителей. Еще до официального заявления о выходе оккупационных войск из Херсона появилась информация как об организованном вывозе ценностей из города, так и о случаях мародерства. Так, из художественного музея имени Алексея Шевкуненко на фурах и школьных автобусах увезли произведения искусства и оргтехнику. Из города вывезли памятники Суворову и Ушаку. 14 ноября Херсон посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал, почему для него так важно было приехать в освобожденный город. Важно быть здесь. Все же рискуют. Военные рискуют каждый день. Журналисты рискуют. Мы же здесь говорим про Херсон. Мне надо быть здесь, чтобы говорить про Херсон. Поддержать херсонцев, поддержать людей, чтобы они понимали, что мы не только говорим, не только обещаем, а мы реально возвращаемся, реально поднимаем наш флаг. Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне 14 ноября. Юрий Федоров с нами. Юрий, здравствуйте. Давайте вернемся немножко назад. Какая обстановка складывалась осенью на этом фронте войны вокруг Херсона? Добрый вечер. В обстановку складывалась довольно противоречивая. Я бы сказал, такая довольно интригующая. Потому что, с одной стороны, было ясно, что удерживать Херсон... Ну, не то что Херсон, правый берег, правобережный плацдарм... Ну, плацдарм на правом берегу Днепра, который в свое время, в марте, был оккупирован российскими войсками, Россия, в общем, не может. Потому что под огневым контролем, это любимое выражение военных и военных аналитиков, находились коммуникации, сильно поврежденные. Я имею в виду и два стационарных моста, и железнодорожный мост, по которым снабжалась российская группировка на правом берегу. А компенсировать сокращение снабжения боеприпасами и всем прочим, без чего невозможно воевать, путем наведения понтонных переправ, было невозможно. Так что это был первый и, строг говоря, такой сугубо военный фактор того, что, ну, рано или поздно русским войскам придется покидать правый берег. Это первое. Второе. Цели, которые ставились в свое время перед российской группировкой на правом берегу, а конкретно это наступление на Николаев и Одессу, с одной стороны, с другой стороны, прорыв по направлению Кривому Рогу, затем к Запорожью и Днепро, то есть прорыв центральной области Украины, в общем, потерял актуальность. После того, как у Украины появились хаймарсы, которые уже в конце лета начали достаточно эффективно нарушать снабжение, разрушать вот эти стационарные переправы и так далее, в общем, эта идея уже потеряла актуальность. То есть держать крупную группировку, ну, по словам представителей Минобороны, там насчитывалось уже, правда, к концу ноября, к середине ноября, к моменту вывода, насчитывалось примерно 30 тысяч человек, 5 с лишним тысяч единиц военной вооружения и военной техники, держать ее было бессмысленно. И вот сочетание двух этих факторов привело к тому, что военные ставили перед Кремлем, и, я так думаю, перед президентом Путиным лично, вопрос о том, что нужно эвакуировать. Нужно эвакуировать войска с тем, чтобы использовать их на других направлениях. Ну, прежде всего, на Донецком направлении, вот на фронте, который идет от, ну, где-то так примерно от Бахмута до Углидара, вот в этом участке, на этой линии, для того, чтобы выполнить ту самую задачу, которую поставил Путин, задачу, которая представляет для Кремля особый политический интерес и особое политическое значение, а именно оккупация всей территории Донецкой области. Потому что подготовленных войск, а на правом берегу находились войска, относящиеся к так называемым элитным, то есть воздушно-десантные, десантно-штурмовые, хорошо подготовленные некоторые части мотострелковые и танковые. И вот эти войска были жизненно необходимы, и сейчас жизненно необходимы российским военным, для того, чтобы решать другие задачи. Вот это и было главным фактором. Однако, постоянно шли какие-то неясные сообщения о том, что то ли Россия собирается выводить, то ли не собирается. В Киеве вообще идею, ну, предположение о том, что Россия может освободить, уйти с правого берега, освободить его, встречалось с подозрением. И для этого были, в общем, достаточно серьезные основания. Потому что, если бы руководство Украины и командование ВСУ поверило бы этим сообщениям о то ли происходящем выводе, то ли планирующемся выводе, они могли бы двинуться в лобовой штурм на Херсон. А Херсон – город достаточно хорошо укрепленный, вокруг него созданы укрепрайоны, определенная линия инженерных сооружений. И тогда ВСУ могли бы понести очень тяжелые потери, а итоги этого штурма, результаты, в общем, далеко не гарантированы. То есть, непонятно, смогли бы войска Украины взять этот город, или не смогли бы. Ну, а политические последствия для Зеленского и для командования ВСУ были бы очевидны. Вот поэтому в Киеве до последнего дня, до 11 ноября, в общем, довольно скептически относились к тому, что Россия действительно готова уйти с правого берега. Но, как видите, ушла. Ушла, и это создало, в общем, новую стратегическую ситуацию с совершенно новой конфигурацией стратегической на всех фронтах в Украине. Но об этом может быть чуть позже. Да, я думаю, что мы здесь об этом как раз поговорим чуть позже. Я приветствую Николаю Митрохину. Каков ваш взгляд, что происходило на этом южном участке фронта? Действительно ли Россия какое-то время собиралась продолжать там наступление или этих сил уже не было? Допустили ли военные ошибки, так сказать, долго там накапливая силы и не уходя? В общем, ваша версия, так сказать, этих событий? Я могу сказать, что с самого начала задача ставилась на прорыв. То есть Херсон должен был остаться в тылу. Войска же российские уже почти обошли Николаев и штурмовали Николаев, вот когда были остановлены. А в другом направлении они пошли в сторону города Умань в центральной Украине и были остановлены в таком, я не знаю, поселке или маленьком городке Баштанка. Это фактически на полпути к Умане в северной части Николаевской области. Если бы они дошли до Умани, то они разорвали бы просто Украину напополам. Потому что там сходятся все дороги с юга и дороги с востока по правому берегу. К тому же, если учесть, что российские войска в тот момент наступали через Сумы как раз севернее, ну где-то на полтавском направлении, скажем так, то они имели шанс встретиться, эти две группировки, где-то, например, между Александрией, это восток, ой, запад Кропивницкой области и Крымичуга, это, соответственно, юг Полтавской области, и просто физически перерез пополам Украину, либо через Умань прорываться на Киев. Вот, это реальный сценарий с Второй мировой войной, и поскольку российские войска во многом косплеят тактику советской армии периода Второй мировой войны, то это, скорее всего, рассматривалось как реальные стратегические задачи. Благодаря тому, что Николаев оказал очень активную оборону и сумел отогнать российские войска, этот план сорвался, но и, с другой стороны, Криворожская группировка ВСУ и руководство города и Днепропетровской области, активно мобилизовавшие территориальную оборону, там, в Кривом Роге было, по-моему, 9 батальонов территориальной обороны, в общем, очень активных. Вот, группировка, собственно, была искусственно загнана на этот самый Херсонский плацдарм, плюс Снегиревский район Николаевской области. Вот, но отдавать этот плацдарм никто не собирался, потому что, фактически, это был единственный шанс у России выиграть войну в целом. Потому что украинцы пропустили российскую армию на правый берег благодаря предательству Херсонского управления СБУ и местных властей. Но это единственный шанс у России был преодолеть вот так вот бесплатно, что называется, мосты через Днепр. Второго шанса им теперь украинцы не дадут никогда, наученный уже, я думаю, горьким опытом. Поэтому сражение за этот плацдарм, это было фактически сражение за то, что имеет Россия в итоге шанс выиграть эту войну или не имеет. Поэтому, собственно, несмотря на очевидный проигрыш стратегический на этом участке, несмотря на высокую цену, которую приходилось платить за обороты такого огромного плацдарма, на самом деле, Россия оттуда не хотела уходить принципиально. Но, действительно, трудности, в первую очередь, со снабжением, успешный прорыв украинской армии в начале октября в северной части Херсонской области и резкое сокращение этого плацдарма привели к тому, что стало ясно. Еще немного, и Украина будет полностью уничтожать все, что передвигается по единственному реально работающему мосту на Каховской ГЭС, просто с севера Херсонской области. И тогда эта группировка не сможет вывести почти ничего из накопленного богатства. 5,5 тысяч единиц техники – это очень много. Ну и, соответственно, Россия тут же начала информационную кампанию, что вот сейчас Украина взорвет там Каховскую ГЭС и всех затопит, хотя это была неправда. И хотя правый берег, где располагалась группировка, практически не подвергся бы затоплению, но под этим соусом начался реальный вывод. То есть он начался с середины октября, на самом деле. И украинцы об этом, в принципе, хорошо знали. – Николай, то есть ключевую роль сыграло прежде всего то, что Украина получила вот этот высокоточный ракетное оружие и смогла таким образом прервать логистику снабжения вот этой группировки или, по крайней мере, очень существенно ее ограничить. Так я понимаю? – Да. И, кроме того, вторая очень существенная вещь – то, что российская группировка все-таки испытывала колоссальный дефицит боевой силы, то есть солдат. Люди, вот все эти десантные подразделения, семь месяцев торчали на позициях. С одной зимы до другой – это очень сложно для солдат и офицеров. Значительная часть подразделений была выбита, то есть там остатки подразделений сократились до 30% от прежней численности. И попытки их оживить за счет пересылки туда мобилизованных в последние недели показали, что мобилизованные поевать еще не умеют, быстро гибнуть, толка от них нет. То есть я бы сказал, что сочетание двух факторов – общей проблемы российской армии с личным составом и плюс разрушенная логистика. Юрий, а что происходило в это время на других направлениях военных действий? Скажем, Донбасс. Российские войска там просто завязли в позиционных боях? Происходило… Ну, давайте с какого времени? Если говорить, скажем, о начале осени, начале сентября, то вооруженные силы Украины смогли достаточно эффективно, это вообще уникальная была операция, прорвать оборону в районе Балаклеи, оборону, которая выстроена для защиты Харьковской области, оккупированных районов в Харьковской области, и затем достаточно стремительными такими ударами выйти к Купенску. И после того, как в основном пути снабжения российских войск были перерезаны, в общем, российские войска вынуждены были попросту эвакуироваться из Харьковской области. Была рассеяна две группировки, затем сначала Изюмская, затем Лиманская российских войск, и была ликвидирована угроза, которая исходила от этих группировок, для угроза окружения сил и средств ВСУ, которые находятся на востоке, ведут бои в Донецкой области, как бы северная часть возможных потенциальных клещей, которые, как можно предположить, планировались российским генеральным штабом. Вот, нависаясь с севера над силами ВСУ, вот эти две группировки, Лиманская и Изюмская, они, в общем, составляли очень значительную опасность для войск Вооруженных сил Украины. Вот это было ликвидировано. Но в сентябрь, в основном, все-таки прошел, ну, по крайней мере, первая половина сентября прошла под знаком вот этой операции в Харьковской области, выхода Вооруженных сил Украины на границу с Луганской областью, продвижение на восточный берег Оскола, реки Оскол, и, соответственно, выхода вот уже к нынешней линии. Ну, последняя, вот эта нынешняя линия, она, в общем, двигается очень медленно, но под угрозой со стороны Украины находится Сватово, находится Кременная Сватово, это крупный железнодорожный узел, что очень важно для снабжения, контроль над которым очень важен для снабжения российских войск в части Донбасса, в части Донецкого фронта. Что касается ситуации на Южной, к югу от Луганской области, в Донецкой области, там идут уже на протяжении длительного времени идут достаточно безуспешные попытки российских войск прорвать оборону Вооруженных сил Украины. Но основными такими пунктами, которые сейчас находятся в центре внимания, это Бахмут или Бахмут, я так до сих пор и не знаю, как правильно произносить это название, в Украине его, по-моему, произносят и так, и так. И второе, сейчас вот на большое внимание привлекают события вокруг Угледара, которые российские войска тоже пытаются взять, но стратегическая задача, которая поставлена перед российскими войсками, выйти к границе Донецкой области. Ну, понятно, что эта задача, прежде всего, политическая, потому как после аннексии вот этих территорий, так называемых народных республик, возникла совершенно нелепая в военном, политическом и юридическом смысле ситуация, когда половина Донецкой области, которая формально входит теперь, ну, с точки зрения Москвы, естественно, входит в состав России, вот теперь, но половина занята войсками Украины и находится под контролем Украины. Ну, это, естественно, создает вот такую своеобразную, конечно, политическую ситуацию и юридическую ситуацию. Так что вот такая ситуация. И теперь уже, если говорить о событиях самого последнего времени и, точнее, о дискуссиях, которые идут в последнее время, это возникает перспектива, но она, по крайней мере, обсуждается. Обсуждается в Украине очень активно и обсуждается, кстати говоря, и российскими специалистами, так называемыми, ну, не специалистами, военкоры их называют. Это люди, которые находятся в войсках, главным образом, и, ну, отражают, и как-то выражают те настроения, те, ту информацию воспроизводят, которые они получают от офицерского состава. Так вот, все чаще начинают писать о возможном возникновении появления третьего направления вооруженной борьбы. Это возможная атака, возможное наступление ВСУ в Запорожской области по двум направлениям, из Гуляй-Поле на Бердянск и из Орехово на Мелитополь через Токмак. Вот если действительно эта информация соответствует действительности, эти дискуссии отражают какие-то реальные процессы, которые, реальные размышления, намерения и планы Генерального штаба Украины, ну, взятие Мелитополя, если оно произойдет, это, вот это будет, на мой взгляд, будет коренным переломом войны. Давайте мы теперь Николаю тоже дадим слово. Николай, вот ваш взгляд на вывод войск, собственно, российских, была ли эта операция успешной, мешали ли ей, и какую вот стратегическую ситуацию она создает теперь, вот то, что начал говорить как раз ваш коллега? Да, по масштабам российской армии это действительно была успешная операция. Если мы сравним там с Ижунским полукотлом, где было брошено, по некоторым оценкам, сотни как бы единиц бронетанковой техники и точно, так сказать, сотни единиц разной техники, скажем так. Вот, и Лиманский котел, где тоже было оставлено немало. Вот, здесь вывод войск, вывод техники систематически продолжался, в общем-то, почти месяц. Вот, поэтому ему удалось ввести много и своего военного, и гражданского имущества. И вывести в итоге войска. Другой вопрос, что, на мой взгляд, вывод войск как из Изюмского котла, так и с северо-Харьковской области, там, тот же Купинск и другие соседние районы, был результатом политических решений и политических договоренностей, при которых ВСУ не очень активно подгоняло, скажем так, и атаковало уходящие колонны, или почти не атаковало. А эти старались как бы побыстрее выбраться. Вот, это политическое обеспечение этого процесса тоже было важно в данной ситуации. Стратегический расклад создается следующий, что с выходом на правый берег Днепра ВСУ получает реальный огневой контроль в принципе практически до Крымских перешейков. То есть прямой огневой контроль это минимум на 25-30 километров глубь от левого берега Днепра. Сегодня было объявлено, что Россия эвакуирует население в 15-километровой зоне от левого берега Днепра вглубь территории. Что потенциально дает возможность для прямого десантирования ВСУ на левый берег. Там 350 километров линии фронта, то есть достаточно будет слабых мест, где можно такие попытки десанта осуществить. России потребуется как минимум половина выводимой группировки для того, чтобы обеспечить хотя бы какое-то прикрытие всего этого берега. А может быть и больше. Плюс резервы и все прочее. Другой вопрос, что наличие вот этих резервов и наличие группировки российских войск на Запорожьском фронте, вокруг тех же самых Мелитополя, Бердянска, Мариуполя, где они скрываются в жилой застройке, переброску туда свеже изготовленной бронетехники, что было зафиксировано в Крыму в сентябре, говорит о формировании в этом районе большого кулака, в том числе бронетанкового кулака российской армии, который может быть использован как против обороны от ВСУ, полагаемого наступления в ВСУ, о котором, действительно, говорят, уже не первый месяц, так и для наступления на то же Запорожье. Потому что изначальный план российский состоял, который разрабатывался с апреля, он состоял в сходящихся ударах. С одной стороны, условно говоря, из района Гуляй-Поля, там, как бы, южнее Гуляй-Поля, а второй удар от Изюма, и они должны были сойтись где-то там посередине, чтобы замкнуть и отрезать всю донецкую группировку ВСУ. Этот план не сработал, поскольку ВСУ хорошо оборонялось в районе Славянска-Барвенково, Светогорска, но и также отбило все атаки с юга. Но вполне возможно, этот план попробуют реанимировать тем или иным образом, или, во всяком случае, компенсировать все отступления вот этим ударом на Запорожье. Поэтому я предполагаю, что в ближайшие пару месяцев вот именно в этом районе будут наиболее тяжелые бои. Что касается Донбасса, то явно, что у ВСУ недостаточно сил для того, чтобы одновременно эффективно действовать на нескольких фронтах. То есть у нее в распоряжении есть 2-4 максимума бригады свободные, которые она перебрасывает на наиболее ударные участки. И это же связано со снабжением, которого явно недостаточно. У ВСУ недостаточно боеприпасов, в первую очередь, для артиллерийских орудий. Поэтому можно ожидать в эти месяцы каких-то серьезных действий в каком-то одном месте. Я, как я уже сказал, предполагаю Запорожье, но, возможно, будут попытки прорыва и на других участках фронта, потому что ВСУ любит такие неожиданные наступления на тихом участке, откуда российская армия выводит большую часть войск и резервов, оставляет немногочисленные относительно оборные пункты. На линии фронта есть несколько таких участков, нешироких, где тоже можно предположить какую-то попытку наступления. А вот какая-то операция проходит на Кенбургской косе Николаевской области. Это как раз уже на другом берегу. Насколько это возможно, так сказать, направление, Николай? Да, это было анонсировано губернатором еще Николаевской области три дня назад о том, что будем пробовать. Сама по себе коса, она широкая, несколько населенных пунктов и очень длинная, но, насколько можно понять, насквозь простреливаемая. Поэтому есть шансы высадить туда какой-то десант. И вот сегодня ночью вроде бы попытались высадить этот десант. По российским оценкам, в принципе, по подходящимся украинским оценкам, этот десант был уничтожен. Там 20 человек погибло, по российским данным, 4 катера затоплено. При этом я подозреваю, что на косе где-то там в скрытых местах может уже сидеть какая-то украинская разведка. Но пока освобождение косы не происходит. И я боюсь, что любые действия по освобождению связаны с огромными жертвами. Потому что коса хорошо простреливается и из Крыма, и от перешейков. Но, в общем, это не самое то место, где будет легко кому-либо. Юрий, как вы считаете, где может появиться вот эта отведенная 30-тысячная группировка или ее какая-то значительная часть? В общем, как будет действовать Россия, видя определенные угрозы, которые возникают теперь? Ну, сейчас сказать трудно, где она может появиться. Очевидные места – это Сватова. Ну, вот протяжение линии от Сватова до Кременной – это первое достаточно очевидное место, где она может появиться. Второе – это, ну, вероятно, где-то под Бахмутом или под Углидаром. Ну, и третье – под, значит, вот на Запорожском направлении. Теперь я хотел бы немножечко прокомментировать вот то, что говорил коллега. Значит, мне первая, кажется, вообще история с некими-то политическими договоренностями, так называемыми договорниками, но это из области конспирологии. Я не очень понимаю смысл такого договорника для той или другой. То есть для России, наверное, он имел смысл, а для Украины вряд ли. И дело в том, что те силы, те контингенты вооруженных сил Украины, которые прорвались в Харьковскую область из Балаклея, их было, в общем, не так много. Но, на мой взгляд, произошла просто дезорганизация управления российскими войсками. И особенно учитывая, что в это время и Путин, Шойгу и Герасимов находились на Дальнем Востоке, где были учения «Восток-2022». Ну, это, Юрий, это давняя история. А вот речь о последних событиях. Там какие-то есть предположения, что почему-то их там не обстреливали, когда они уходили. Такой золотой мост и так далее. Так вот, тут я бы добавил вот что. Видите, с одной стороны, высвобождены были значительные контингенты. Трудно сейчас сказать, сколько именно по количеству российских войск. Но одновременно высвобождаются и существенные контингенты вооруженных сил Украины. Я встречал цифры, которые публикуют российские источники, что на правом берегу или вокруг него находилось до 14, а по некоторым другим данным, 15 бригад вооруженных сил Украины, которые и осуществляли наступление на правобережном плацдарме и были предназначены для того, чтобы сдерживать, ну, в свое время сдерживать наступление российских войск, потенциальные. Значит, вот эти силы тоже высвобождаются. Ну, не вся, конечно, но определенная часть, возможно, две трети, возможно, ну, где-то так. А это значительные силы, которые будут переброшены, как я понимаю, ну, либо в Луганскую область, либо для укрепления обороны на вот этой линии соприкосновения в Донбассе, в Донецкой области, либо, и вот тут мы опять возвращаемся к Запорожью, действительно, действительно, видимо, все-таки Запорожье будет эпицентром вооруженной борьбы в ближайшие недели и месяцы. Ну, может быть, до Нового года. Предсказывать, конечно, очень трудно и практически невозможно, что будет делать Верховное Главнокомандование Вооруженными Силами Украины, потому что, да, генерал Залужный и его сотрудники, они известны вот своими нестандартными такими труднопредсказуемыми, ну, в хорошем смысле, естественно, решениями, потому что, если поведение военного руководства предсказуемо, ну, это, значит, плохое руководство. А вот если оно способно на непредсказуемые такие неожиданные шаги, это действительно очень серьезно. Поэтому вот просто говорить о том, что, да, теперь эпицентром будет Запорожье, ну, кто знает, может быть, будет. Но я почему-то, мне вот подсказывает какая-то интуиция, что наступление будет не в Запорожье, а на каких-то других направлениях, которые мы сейчас и, в общем, не анализируем, не видим, не предсказываем. Ну, я думаю, мы вот посмотрим. Теперь, Николай, я хотел спросить о политическом эффекте вот этого события, освобождения Харькова, как у ФОН, на Ваш взгляд? Херсона. Херсона, извините. Это серьезная, уже продемонстрировавшая себя проблема во внутренней российской политике, поскольку партия войны, которая существует в России, она в течение длительного времени говорила, что война ведется слишком мягкими, и ты слишком мягко, мы по-прежнему считаем, что украинцы нам, братья, надо просто жестко воевать и так далее, и тому подобное. Ну и сейчас, как бы, все требования вот этой партии войны удовлетворены, то есть война пошла действительно жестко, не с разрушением массированной гражданской инфраструктуры, мобилизованной, как они хотели, так сказать, обычные российские мужчины, армия расширена, и эффект от этого, ну, в общем, никакой. То есть, наоборот, Хершон пришлось оставить. Поэтому идеи у партии войны, на самом деле, больше нет, и возникает вопрос, который вот, судя по тому, как это ставят российские пропагандисты, вопрос следующий. Ну, как же можно было воевать, без, не подготовившись, не рассчитав свои силы, Скобеева заявила, что мы же не ожидали, что 50 стран впишутся за Украину. Вот. Второй, как бы, вопрос, а зачем дальше воевать, если, как бы, происходит, ну, явная неудача одна за другой. След – это уже пятая, как бы, оставленная территория по-крупному. Вот. И ответ пока на этот, который формулируют пропагандисты, звучит так, что, ну, мы же не можем бросить войну просто так. Ради чего-то мы ее начинали. То есть, мы ее должны закончить хоть с какой-нибудь прибылью. То есть, происходит полный отказ от тех мотивов, которые были озвучены Путином и политической верхушкой в начале войны. Вот. Но из этого уже прямые и плохие последствия для российской власти. Когда ее временные попутчики из числа русских националистов активных, из тех, кто всегда идеологически хотел войну, типа того же Дугина, говорят, что кто-то должен нести политическую ответственность за все эти провалы. Так сказать. И Дугин публикует текст, что давайте вспомним там древневосточное обычае забивать камнями царя, который вел неудачно там компанию или неудачно руководил страной. Я смотрел, что тот же Егор Холмогоров, который, как бы, эстриасовский концепция которого об Украине Путин использует в своих речах, он перепечатывает эти дугинские тезисы, мол, как бы, вот правильная позиция. Вот. Таким образом, внутри России вот эта вот партия войны начала крошиться и ссориться между собой. И мне кажется, что, в принципе, российская политическая элита уже после вывода из Херсона готова к реальным мирным переговорам. Недаром о мире, о переговорах заговорили на самом разном уровне, но как с российской, так и с украинской стороны, и с американской стороны, и, там, не знаю, с церковной стороны. Тот же митрополит Тихон Шевкунов произнес довольно странную речь на эту тему. Таким образом, в принципе, некое общее понимание того, что война для России неудачная, у российского политического класса сторонников войны теперь есть. Теперь главный вопрос. Как ее закончить с наименьшими потерями? О победе уже речи нет. Ну, трудно закончить войну, когда другая сторона занимает, в общем, достаточно твердую позицию, что сначала вы освободите оккупированные территории. Не правда ли? Ну, вот это и есть предмет для торговли. Что именно надо освободить, на каких условиях, чтобы достичь, если не мира, если не официального прекращения войны, то хотя бы заморозки боевых действий. Я думаю, что сейчас в первую очередь речь о тех закулисных переговорах, которые, безусловно, идут, и они шли раньше, потому что и обмена военнослужащих, и уход российской армии из потенциальных котлов, а уход был именно потому, что ВСО не имело достаточно сил и опыта для штурма крупных городов и не хочет этим заниматься, им проще выпустить российские войска из окружения, нежели штурмовать даже тот же Изюм, не говоря уж о таком крупном городе, как Херсон. Эти переговоры явно идут, и я думаю, что на чем-то обе стороны сговорятся рано или поздно. Возможно, правда, это будет после последнего решающего сражения тех группировок, которые сейчас есть. Юрий, что Вы скажете об этих попытках российских властей как-то втянуть в другую сторону переговоры, говорить о переговорах без предварительных условий, так сказать, воспользоваться какими-то, ну, скажем так, относительно мягкими политиками Запада. В конце концов, вот президент Франции Макрон призвал увеличить дипломатические усилия, чтобы убедить стороны конфликта, сказать, сесть за стол переговоров. Вот, собственно, что-то может из этого получиться? Или сначала действительно должна быть реализована позиция Украины о том, что российские войска должны быть выведены с занятых территорий? Ну, первое, я думаю, что мы сильно преувеличим влияние партии войны, если только не включать в эту партию самого президента Владимира Путина. Мне кажется, что главная фигура в этой партии войны – это сам Путин, который инициировал войну и который может, и, видимо, у него есть основания опасаться, что проигранная война тяжело на нем скажется. Ну, уж тут можно очень много размышлять на тему о том, как она именно может на нем сказаться, но не будем этого делать. Все, что за Путиным, помимо Путина, те люди, которые входят в эту партию войны, это все фигуры второстепенные. Я уж не говорю о таких персонажах, как Дугин или Холмогоров или кто-то еще, эти все пропагандисты. Это говорящие рты, которым спускаются определенные установки из администрации президента, и они озвучивают определенные тезисы, которые им поручено озвучивать, но в меру своей компетентности и своих способностей. Далеко не всегда эти способности соответствуют амбициям, скажем так. Поэтому вопрос о мирных решениях, о политических решениях, он упирается, с одной стороны, в позицию Путина, которая вполне ясно добивается каких-то результатов, которые можно выдать за победу. Но это абсолютно банальное утверждение, которое все повторяют. Вопрос в том, насколько можно уговорить или заставить Киев признать какие-то возможные, отойти от тех требований, которые они выдвигают. В этой связи действительно вот такие попытки идут. И сегодня, например, появились... Они вчера появились, эти сообщения, но сегодня они были некоторым образом детализированы о переговорах Нарышкина и Вильяма Бернса в Турции. Не помню сейчас, в Анкаре или... Ну, в Анкаре, по-моему. Вот там какие-то сюжеты обсуждаются, естественно. Именно связанные с мирными возможностями прекращения огня или какого-то перемирия. Ну, попадают в СМИ, в основном в телеграм-каналы, разные варианты, скажем, ухода России с тех или иных территорий, разного рода варианты, связанные со статусом Крыма. Но их сейчас пересказывать, я думаю, не имеет смысла, потому что, скорее всего, это какие-то утечки, предназначенные для того, чтобы либо дезинформировать противника, либо создать какую-то непонятную атмосферу, напряженную атмосферу вокруг этих контактов, переговоров, разговоров, как хотите. Важно другое. Важно, в какой мере Украина, руководство Украины и общество Украины готово к тому, чтобы отказаться от требований возвращения вывода российских войск к границам 1991 года. Вот это ключевой момент. И у меня нет ощущения, ну, по крайней мере, все, что я знаю, все, что я вижу о позициях и настроениях в Украине, говорит о том, что общество и армия не будут поддерживать какие-то варианты, связанные с, ну, хотя бы с частичным отказом от всех территорий, оккупированных в 2014-2015 году и вот в этом году. И, естественно, вопрос о Крыме представляет собой, ну, мне кажется, очень трудно разрешимую проблему, если вообще разрешимую. Поэтому, с другой стороны, у России, в общем, нет других инструментов, кроме того, чтобы целенаправленно и систематически разрушать инфраструктуру в Украине. Вот эта тотальная война на уничтожение системы жизни, обеспечения государства и населения, ну, я, честно говоря, не думаю, что она приведет к тем результатам, на которые рассчитывает Москва, имея в виду, прежде всего, опыт Второй мировой войны, где разрушение и Великобритании, и особенно Японии, и Германии, которые, ну, последние две страны были разрушены в колоссальной степени, в общем, не привело к росту пораженческих настроений, к появлению пораженческих настроений. Так что у меня ощущение, что, в общем, в ближайшее время все-таки достичь политического решения, несмотря на позицию определенных европейских политиков, они очевидны, они известны, гораздо большее значение имеет позиция Соединенных Штатов, потому что это основной донор, прежде всего, военный донор Украины. Вот эта позиция мне пока не ясна, потому что, видимо, нет ясности и в самом американском руководстве в окружении президента Джо Байдена. Видимо, есть разные точки зрения, судя по некоторым, так сказать, не то чтобы сигналам, но признакам дискуссии, которые идут в Вашингтоне и в академических центрах, которые так или иначе отражают настроение и взгляды определенных влиятельных групп, групп влияния в американском истеблишменте. Так что пока сказать очень трудно. Но и, кроме того, есть еще вопрос, о котором можно говорить очень долго. Это представление западных лидеров, западных политических элит о том, что делать с Россией после войны. В каком виде Россия должна предстать после войны. То ли это будет полностью демилитаризованная страна, то ли это будет денокуляризованная страна, то ли ее вообще не будет. Либо это будет некий вариант, ну, скажем, путинского режима без Путина. Такое тоже возможно. Но это долгая, действительно, дискуссия. Это можно обсуждать. У меня вопрос, Николай, а как Вы видите ситуацию? Вот сегодня была встреча в Индонезии президента Байдена и председателя СИ. И вот там есть некий такой тезис, что обе стороны выступают против использования или угрозы использования ядерного оружия в Украине. То есть это, в общем, некое такое предупреждение, видимо, Кремлю. Есть ли, на Ваш взгляд, возможность, что Китай скорректирует свою позицию и окажет некое давление на Москву? Я думаю, что Китай так или иначе оказывает давление на Москву по важным для него вопросам. Прежде всего, это стоимость продовольствия и вывоз продовольствия из России и Украины, что прямо влияет на цены внутренней, на внутреннюю стабильность Китая. Я думаю, что вопрос с ядерным оружием тоже в целом китайская позиция, невозможность его применения надо Путина доведена, и это один из сдерживающих факторов. Но я также думаю, что Китай играет двойную игру на разных столах, потому что, собственно, агрессия против Украины началась в том числе с визита Путина в Китай и неизвестной степени содержательности переговоров. Но явно вернувшись оттуда, он, собственно, санкционировал начало войны. Поэтому вот это избыточное внимание к формальным заявлениям Китая на встрече где-либо, мне кажется, чрезмерным. Поэтому, в целом, мне кажется, что ничего радикального с Россией не будет. Китай, в том числе, в первую очередь, заинтересован в сохранении в России авторитарного режима дружественного. А это именно путинский режим, или с Путиным, или без Путина, вполне и с Путиным. Я думаю, что мир в целом, и основные спонсоры, то есть страны, помогающие Украине удержаться и сопротивляться, все равно будут рады, если боевые действия закончатся, и будет каким-то договором, и будет возможность разблокировать часть санкций, потому что все это очень плохо влияет на мировую экономику в целом. Хотя бы разблокировать часть этих санкций, хотя бы для того, чтобы Россия смогла платить Украине репарации. Поэтому, мое предположение, что предмет реальных переговоров может быть замораживание конфликта при отводе российских войск на позицию на 23 февраля, и соглашение о выплате компенсаций, репараций с одновременным разблокированием части российского экспорта. Я думаю, что хотя в украинском обществе действительно очень сильную роль играет своя партия войны, агрессивная, которая там порядка 25% населения, на самом деле военные, прежде всего ВСУ, знают пределы своих возможностей. Базовая проблема украинской армии, а именно отсутствие у нее, крайний недостаток бронетехники, снарядный голод, огромные потери для Украины важные, которые она несет, то есть втрое меньше населения, чем Россия, потери там, видимо, сопоставимы с российскими, и каждая потеря отзывается более действительно для людей в общинах, среди родственников, знакомых. Долго, на самом деле, украинская армия не может проводить, причем в желании, больших штурмовых операций. Штурмовать Донецкую агломерацию, у нее нет ресурсов, и, скорее всего, не будет в ближайшее время ресурсов, пока она не сможет воссоздать собственную оборонную промышленность. Поэтому идея, что можно воевать до бесконечности и бесконечно побеждать, я думаю, это не то, что на самом деле они в политической и пропагандистской риторике реально разделяют украинские генералы. Хорошо. Юрий, коротко. Вы согласны или нет? Я думаю, что мы не можем недооценивать настроение массового сознания в Украине. Это не 25%, это гораздо больше. Просто из разговоров с людьми, с жителями Украины, я могу предположить, что как раз наоборот, 75% выступают за войну до победы. И это, в общем, понятно. Ну, я думаю, что мы эту дискуссию еще сможем продолжить. Спасибо Николаю Митрохину, Юрий Федоров. Всего вам доброго. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибреал.орг и Севреал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN.